Здравствуйте, в эфире Якутия 24, новости экономики в студии Евгения Баженко. В этом году в Южной Якутии начнет работу еще один рудник по добыче золота. Он носит название «Гросс» и расположен вблизи другого рудника под названием «Нерингри». Вести в строй и эксплуатировать его планирует золотоотбывающая компания «Нордголд», которая до 2012 года входила в структуру акционерного общества «Северсталь». Строительство рудника «Гросс» началось в июне 2016 года. Выход на полную мощность запланирован уже на конец 2018. Ожидается, что после этого здесь будут перерабатывать 12 миллионов тонн руды и производить более 200 тысяч унций золота в год в течение 17 лет. Более 2,5 триллионов рублей вложат госкомпании в Дальний Восток до 2025 года. Это колоссальный ресурс для развития территории, сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Напомним, что полномочия Минвостокразвития России в рамках порядка согласования инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными компаниями, был расширен. По словам министра, утвержденный порядок позволит, например, распространить плоский тариф компании «Аэрофлот» на максимально большее количество дальневосточных регионов и сформировать для Дальнего Востока льготную ипотеку совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования. Гупы и мупы препятствуют развитию конкуренции. Малый бизнес и средний бизнес часто жалуются, что унитарные предприятия искажают ситуацию на рынке. Такое мнение высказал руководитель антимонопольной службы Якутии Юрий Игнатьев в преддверии заседания Государственного совета Российской Федерации, которое будет посвящено развитию конкуренции в регионах. Оно планируется на конец марта-начало апреля. Ранее антимонопольная служба пыталась отрегулировать ситуацию, предлагая согласовывать с ними регистрацию гупов и мупов, но предложение не было поддержано парламентом. В декабре 2017 года Владимир Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции, которым утвержден национальный план о развитии конкуренции в стране на 2018-2020 год. Теперь антимонопольная служба ожидает, что ее услышат. Ленское речное пароходство усиленными темпами готовится к сезону навигации. К настоящему времени компания завершила выморозку. Поясним, что выморозка – это освобождение судна ото льда и приготовление к частному ремонту корпуса, а также движительно-рулевого комплекса. На большинстве судов ремонт двигателей к этому моменту уже закончен, ведутся работы по ремонту корпусов. Об этом сообщает пресс-служба компании. В состоянии технической готовности на данный момент находятся 102 единицы флота. Окончательная работа должна завершиться в апреле. Правительство РФ направило в Государственную Думу законопроект, увеличивающий штрафы за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических ресурсов. Для граждан предлагается установить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 200 тысяч, либо отстранение от должности на срок от 2 до 3 лет, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к документу. На финансовые показатели «Алроса» повлиял курс рубля и изменение ассортимента алмазов. Акционерная компания сообщила финансовые результаты своей деятельности в 2017 году. Так, выручка компании составила 275,5 миллиардов рублей, а чистая прибыль – 78,5 миллиардов. Это ниже, чем годом ранее. Снижение финансовых показателей обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 13%, а также снижением средней цены реализованных ювелирных алмазов на 9% в результате изменения их ассортимента. Несмотря на увеличение объемов производства и продаж, финансовые результаты группы «Алроса» за 2017 год оказались под давлением ряда факторов макроэкономической и рыночной конъюнктуры. В то же время наши усилия по повышению эффективности производительной деятельности принесли плоды, что с учетом роста производства и продаж позволило нам сохранить удельные затраты на уровне 2016 года, сообщил генеральный директор «Алмазной» компании Сергей Иванов. «Аэрофлот» готов стать первым заказчиком нового пассажирского сверхзвукового самолета. Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев. «Если бы «Аэрофлоту» доверили, мы бы с удовольствием стали первыми заказчиками сверхзвуковой машины», – сказал он. Глава «Аэрофлота» также отметил, что оказавшиеся нерентабельными сверхзвуковые самолеты «Конкорд» и «Ту-144» обогнали свое время. Но сейчас при наличии новых технологий и композитных материалов есть возможность создать экономичный лайнер. Напомним, что в январе Владимир Путин во время демонстрационного полета нового сверхзвукового стратегического ракетоносца «Ту-160» предложил сделать гражданскую версию этого же самолета. Чаще всего потребители в России жалуются на качество коммунальных услуг. На втором месте – интернет-торговля. Такие данные обнародовал Роспотребнадзор. По его сведениям, более 60 тысяч обращений ежегодно приходится на некачественное или несвоевременное предоставление коммунальных услуг. Это примерно треть всех жалоб в сфере защиты прав потребителей. При этом 85% судебных споров с коммунальщиками заканчиваются в пользу собственников жилья. Что касается интернет-торговли, то по оценкам экспертов, в прошлом году россияне заказали через интернет товаров более чем на 2 триллиона рублей. С 2012 года рынок онлайн-торговли в России вырос в 2,8 раза. И если тогда на нее приходилось около 3% жалоб, то сейчас, в 2017 году, уже более 8,5%. Тем временем Якутия получит более 2 миллионов рублей из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан на оплату взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов. Субсидию выделит Минстрой России. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития. Ранее Минстрой заключил с регионами Дальнего Востока соглашение в рамках госпрограммы обеспечения доступным жильем и коммунальными услугами. В рамках этого соглашения регионы Дальнего Востока получат почти 47 миллионов рублей. На Якутской ГРЭС ремонтируют турбины. К капитальному ремонту газово-турбинной установки приступили специалисты Якутской ГРЭС. В ходе капремонта на установке заменят диафрагмы компрессора, направляющий аппарат, рабочие и направляющие лопатки, уплотнительный диск турбины, а также выполнят замену плазменной трубы и жировой вставки. В третьем квартале текущего года, согласно плану подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, на Якутской ГРЭС запланирован капитальный ремонт еще одной газотурбинной установки. Роструд создал социальную сеть для работников и работодателей. Вскоре на ее основе появится мессенджер. Об этом рассказал глава ведомства Всевлад Вуколов. Он пояснил, что речь идет о социальной сети профессиональных контактов SkillsNet.ru. Представлены в ней будут как работодатели, так и соискатели. Ожидается, что ресурс будет интересен людям всех возрастов. Это не совсем социальная сеть. Это инструмент подготовки специалистов, оценки квалификации и трудоустройства граждан на новом уровне. Это возможность для граждан поднять свою квалификацию и в конечном счете свою рыночную стоимость, сказал Вуколов. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.